Приветствую! Сегодня мы разберемся со следующим вопросом. Кто имеет право подписывать повестку? Не заполнять повестку, не вручать повестку, а именно подписывать. Этот вопрос является краеугольным камнем. И вот почему. Бумага, на которой написан какой-то текст, может приобрести силу документа только лишь тогда, когда ее подписывает лицо, уполномоченное на это. До того момента это просто бумага, на которой написан некий текст. Что бы там интересного не было написано, но только лишь тогда, когда человек, уполномоченный законодательством на это, поставит свою подпись, только тогда эта бумага приобретает силу документа и имеет какие-то юридические последствия. Если же этого не произошло, то это просто бумага, а если ее подписывает лицо, которое не уполномочено на это, то здесь уже, возможно, стоит поднять вопрос о том, а не совершено ли здесь преступление. Так вот, давайте разбираться с повесткой. Кто же ее уполномочен подписывать? Законодательство, благо, в этом вопросе дало нам четкий ответ. И этот ответ содержится у нас в постанове 560. Сейчас мы перейдем ее посмотрим и, собственно говоря, будем иметь для себя четкий ответ на вопрос, а кто может подписать повестку. В постанове 560 есть пункт 30, где в первом абзаце сказано следующее. Повестка формуется за допомогою Единого Державного Реєстру призывников, військовозобовязанных и резервистов, або бланк повестки заповнюется представником районного міського территориального центра комплектования и социальной поддержки, або его отдела. Итак, для себя мы здесь фиксируем, что есть два способа формирования повестки. Первый способ это через реестр военнообязанных, а второй способ это путем заполнения этой повестки представителям ТЦК ЕСП. Но это формирование, заполнение повестки, это не подпись. А вот кто может подписывать повестку? Ответ на этот вопрос во втором абзаце. Керевник районного, міського, территориального центру комплектования и социальной поддержки, або его отделу, накладает на повестку квалификованный электронный подпис, або особисто подписывает повестку и скрепляет гербовой початкой. Итак, в соответствии с двумя способами формирования повестки, есть два способа подписи повестки. Путем КЭП, электронной подписью, да, и путем простановки своей подписи и печати. И все это может делать только лишь один человек, руководитель ТЦК ЕСП. Так четко определено пунктом 30 постановы 560. Но не спешите выключать это видео, потому что, ну, как говорится, не все так однозначно. Идем дальше. А дальше мы с вами смотрим пункт 45, где сказано, что повестки для повещения выдаются представнику ТЦК и социальной поддержки у повноваженному их вручаты, питпитпис в журнале реестрации повесток. На что я хочу здесь обратить внимание. Мы много случаев знаем, когда повестка подписывается, выписывается вот кем-то, кто называет себя представитель ТЦК ЕСП, где-то на улице, на блокпосту. Но вот обратите внимание, что пункт 45 постановы 560 говорит, что повестка для оповещения выдается представителю ТЦК ЕСП. И эта повестка, ну, логично, она уже заполнена. И более того, повестка должна регистрироваться в журнале регистрации повесток. В журнале тоже есть интересный момент. Давайте его посмотрим. Вот так выглядит журнал регистрации, выданных для оповещения повесток. И здесь мы видим, что есть форма, да, и нужно указать призвище имя по батькове, год рождения, адрес человека, которому эта повестка будет вручаться. То есть ТЦК уже знает, кого они вызывают. Они уже, вот, все, зафиксировали это для себя. И теперь лишь вопрос в том, чтобы доставить эту повестку вот конкретному человеку. И хочу особенно обратить ваше внимание на примитку, которая есть в этом журнале. Второе предложение, где сказано, повестки региструются в журнале перед початком проведения оповещения. И возникает вопрос, а как же можно выдать повестку на улице, на блокпосту где-то, если повестка не занесена в журнал? Это же будет нарушение, я правильно понимаю? Но идем дальше. Я уже чувствую, как кто-то сейчас пишет мне в комментарии, что Олег, ты не прочитал всю постанову 560, там же написано, что они могут выписывать повестку на улице. Друзья, это не я не прочитал, это просто мы еще с вами не дошли до конца видео. Да, действительно, в постанове 560 есть один пункт, в котором закреплено исключение. Давайте его сейчас посмотрим. Это пункт 54, который регулирует вопрос проверки документов. И здесь есть вот такой абзац, он большой, я весь зачитывать его не буду, просто передам его смысл. Смысл его следующий, что если во время проверки документов выясняется, что человек совершил админ правонарушение, либо же есть несовпадение между документом, его военно-учетным документом и теми данными, которые содержатся в абериге, то ему, вот здесь написано, читаю, как написано, и с зазначенную метою громадянину оформляется та вручается повестка. И вот здесь у меня есть вопрос сразу первый. А что такое оформляется? Почему до этого мы использовали другую терминологию, а здесь мы пишем оформляется та вручается повестка. Но и если мы говорим об оформлении повестки, то есть заполнение всех ее реквизитов, всех тех обязательных моментов, которые должны быть в ней, то возникает вопрос, а кто будет ставить подпись? Ведь все-таки, все-таки мы возвращаемся к пункту 30, где сказано, что только коревник, только коревник ТЦК и ЕСП может подписать повестку. А почему же здесь, вот допустим, здесь же в 30-м пункте написано, формуется повестка, формуется повестка. В, кстати, да, вот в пункте 45-м написано, идется идея мова про килькость выписанных повесток. Да, вот здесь такое предложение, которое нам подсказывает, что кому-то еще разрешили выписать повестки, что вот тому, кто уполномочен вручать, может их выписывать. Но тут выписание повестки, а здесь оформляется повестка. Разная терминология формуется, выписывается, оформляется. Почему так происходит? Моя версия следующая. Постанову писало несколько юристов. Возможно, даже несколько разных команд юристов писали эту постанову. И они использовали разную терминологию. И отсюда у нас получилось, что повестка то воноформуется, то выписывается, то оформляется. Это первый момент. Второй момент. У меня есть предположение, что в первоначальной редакции постановы 560 все-таки закладывалась мысль о том, что выписать повестку может любое лицо, которое вот уполномочено ее вручать. И дальше, соответственно, когда было принято решение, что нет, подписывать повестку будет только руководитель, когда постанову подчищали, вот эти хвостики не подчистили. И мы вот просто сталкиваемся с тем, что есть вот эти хвостики, которые не входят в общую концепцию. Ну и, наверное, еще один момент. Надо помнить, что есть у нас лицо, уполномоченное вручать повестку. И ни одним нормативно-правовым актом не указано, что лицо, уполномоченное вручать повестку, оно уполномочено еще и подписывать повестку. Мы знаем, что в той же постанове 560 зазначено, что лицо, уполномоченное вручать повестку, имеет полномочие проверять документы. Вот они это указали прямо. А почему же они не указали, что это лицо, уполномоченное подписывать повестку? Да потому что концепция постановы не такая. На мой взгляд, моя правовая позиция заключается в том, что в соответствии с постановой 560, даже если мы вот берем системно ее, толкуем, все смотрим, да, изучаем ее всю, то я прихожу к выводу, что в соответствии с пунктом 30 подписывать повестку, уполномочен только руководитель ТЦК ЕСП. И других вариантов нет. Даже, даже вот в том случае, где написано, что в случае совершения правонарушения, да, человеку оформляется подписка, все-таки там не указано, что лицо, уполномоченное вручать эту повестку и оформлять ее, уполномоченно ее подписывать. Ну вот нет прямой нормы такой, нет. А если ее нет, тогда что? Тогда нужно вспоминать статью 19 Конституции Украины, что представители государства обязаны действовать только тем способом, который прямо предусмотрен действующим законодательством. Действующее законодательство прямо предусмотрело лишь одного человека, который уполномочен подписать повестку. Руководитель ТЦК ЕСП. И, конечно, здесь сразу у вас возник, наверное, вопрос, что так если это так, давайте будем оспаривать повестки, да, вот если выписали на улице, давайте оспорим эту повестку и как бы признаем ее незаконной и все. Мысль хорошая, но есть одна проблема. Проблема заключается в решении Верховного Суда. В решении Верховного Суда, который он принял еще в 22-м году. Это прекрасное решение. И в нем Верховный Суд сказал, что повестка не является документом, распорядительным документом. Повестка вследствие с этим, она не может быть оспорена. Вот такая прекрасная позиция Верховного Суда. Повестка не может быть оспорена. Из-за этой позиции смысла идти в суды и оспаривать повестку просто нет. Объясню почему. Потому что правовые позиции Верховного Суда в соответствии с действующим законодательством, они обязательны для судов низших инстанций. И это значит, что любой в суд, в какой бы вы ни пришли, ну, он сошлется на эту постанову Верховного Суда и все, и скажет, повестка не оспаривается. И все. К сожалению, вот так. Вот здесь, да, в конце чуть-чуть я подпортил все. Ну, прошу прощения, друзья, говорю как есть. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.